Эту коллекцию у тадейшей Гоменском педагогическом институте начали сбирать в 60-х годах минулого сагодя. Спочатку чучелы птушек, которые живел, набывали за гроши, потом научились рабить сами. В 90-х частка коллекции была страчена, а для некоторых экспонаты отрывался захавать и навык повелечить их колькать. Сегодня у музея биологического факультета Гоменского державного университета некольки десятков птушек, распространенных на территории в области, у тимлику занесенная у червоных книг в Беларуси, и они, торопляющие в музее, случайно после гибели у вынику несчастных выпадков. Я знаю случаи, когда два года назад краснокнижные Серащева Кагагара, гибель, они потеряли ориентацию, и вот по дороге между Речицей и Лоевым погибло больше 50 экземпляров. Вот два экземпляра нам передали. Так что иногда бывает, но довольно редко, конечно. Обновление музея природы Беларуси позволяет не только проводить профориентационную работу со школьниками, а и повышать адвокационный узровень будущих специалистов от зоологов до лесников. По судности, тут представлена вся фауна региона. Есть, правда, и выключение, но это уже экзотика. Один из самых знакомитых и любимых навыкновенниками музея экспонатов Лео Валера. В году 40 тому он приехал в Гомель-зоопарк и застався тут назад сюда. До речи помер Лео от старости. Тогда ему было 28 годов. Для отрывания будущими специалистами больше поглубленных ведов на биологическом факультете открыли две лаборатории – фитодизайну и таксидермию. Наведовать их может любой студент. Работа гэта потребует терпливости, а ледая макчимость научиться створать музейные экспонаты и знакомиться с особенностями живетного света в региону. У апочный час, правда, у веления которой обмежавание, заборонено, например, выраблять чучелы лис, якие массово хвариют на шаленцам. Хоть в целом на головную задачу гэта не уплывая – створить первый на Гомель-зоопарк и музей-лабораторию, где можно не только надзирать, а и отрывать практичные навыки. Нам важно, чтобы вектор возможностей наших специалистов был шире, возможности реализации их знаний и нахождения своих рабочих мест. Это должны быть не только преподаватели, но они могут заниматься и в научно-исследовательских лабораториях, могли заниматься ландшафтным дизайном, быть экологами, заниматься вопросами охраны окружающей среды. Олег Чинчаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».